Вчера в горном гнезде Демидовых, на восточном шоссе, отделяющем город Уралвагонзавод и, ежесним, от, собственно, Нижнего Тагила, два человека пострадали при, казалось бы, типичной автоаварии. 41-летний житель деревни Беляковка, водитель Пазика без единого пассажира в очреве, ибо был не на маршруте, двигаясь со стороны центра в направлении улочки Цементной, названной в память о Раздербанином в пыль, в одноименном заводе, устроение 10В перестроился в левую полосу, чтобы свернуть налево на заправку. Совершая поворот налево, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травму. Вроде бы все понятно. Поворачиваешь влево, пропустить тех, что прямо не пропустил, виноват, и что тут еще думать. Но мудрый пилот автобуса с 18-летним стажем считает, что нюансы есть. И самый главный из них даже не то, что легковушка мчалась, кратно превышая установленный здесь 40-километровый в час лимит, а то, что автобус и не поворачивал никуда, а только стоял на месте и мигал левым глазом. Он стоял у меня на тормозе. Все. Только хотел отпустить ногу с педали сцепления, увидел, что несется пятнашка на огромной скорости. Они увидели, что я включил поворот, начали тормозить, тем более ограничение 40 и камеры здесь. Все, они начали тормозить, тем более много очень машин было, пробка затор, потому что меняли освещение, лампы или не знаю что. Они начали тормозить, тормознули всего чуть-чуть, их начало крутить, и пятнашка вынесла прямо мне на меня. Вот и все. 28-летний рулевой пятнашки, тоже не первый, а девятый год за рулем, с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной правой кисти, слег в центральную горбольницу номер один Нижнего Тагила. В ту же больницу, с тем же СГМ и ЧМТ, но еще и с тупой травмой живота, попала и совсем еще 18-летняя пассажирка, живущая, как и водитель, в Верхней Салде. Полицейским предстоит теперь определить, либо абсолютно виновного в этой неоднозначной ситуации, либо как-то распределить вину в процентном соотношении между обоими водилами. Субтитры создавал DimaTorzok